Музыка Хранение и эксплуатация Обязательно Гитара фанерная Более Хороший вариант, если вы собираетесь брать гитару на природу Она менее чувствительна к перепадам температуры и влажности Гитаря из массива может хорошо звучать, но более требовательна ко всем этим делам Может рассохнуться и все далее сопутствующие вещи А если вы несете гитару в теплом-теплом чехле хорошем Несете, несете вот ее к преподавателю зимой Например, сейчас вы проводите вот на улице Даже очень хороший чехол теплый, гитара в нем все равно остывает Поскольку гитара сама не выделяет тепло Поэтому, когда вы принесли ее в тепло Ни в коем случае сразу ее не доставайте Подождите минут 30-40, пока она привыкнет к температуре Немножко хотя бы нагреется Можно принести гитару в теплом чехле Открыть сразу, она вас может просто треснуть Были такие случаи очень часто Поэтому к этим ко всем делам нужно относиться не наплевательски, а очень четко Чем лучше вы за инструментом ухаживаете, тем дольше она вам нормально прослужит Касаем эксплуатации Что чаще всего в гитаре ломается сама? Механика Механика, опять же, ломается часто сама, если ее под долго не смазывают Чем она смазывается? Жидкий графит, масло для швейных машин Самые простые средства Сколько раз смазывать? Раз в полгода нормальную механику смазывать достаточно Дальше, что еще бывает? Бывают, изнашиваются лады, протираются Но на классиках, на гитарах с нейлоном У меня был инструмент, максимально долгое время, на котором я играл Каждый день, когда я учился, по несколько часов Я 8 лет на ней играл, лады я так и не менял То есть мне их не удалось их сточить То есть, в принципе, они изнашиваются редко И не сильно Лады меняются мультивской, это не самое особо сложное Процедура Дальше, что еще? Струны Струны меняются, я вам примерно рассказал Если вы чувствуете, что они начинают не строить Заляпываются грязью от пальцев Там хуже настраиваются Значит, пора менять Вот такая история Значит, как настраивается гитара? Если у вас есть камертон, вилка Бьете по вилке, слушайте Вилка дает ля первой октавы Соответственно, ля первой октавы пишется между второй и третьей линейкой Это ля На гитаре пишется, как на первой дополнительной лединке Значит, вы берете этот камертон и играете Первую струну, прижатую на пятом ладу То есть, звук должен совпадать То так мы настраиваем А если никаких приспособлений нету То есть, исключительно полагаться уже на свой слух Да, да, да Если никаких приспособлений нету Значит, вообще, как бы с чем-то звук сверяет Поскольку есть тюнеры Там, камертоны То есть, обязательно, что это должно быть? Конечно, для того, чтобы точно настроить Если у вас не абсолютный слух, конечно А что-то должно быть, да Ну, сейчас масса тюнера Что касаемо, сейчас вот дешевый тюнер, нормально Стоит 520 рублей Можно было Да, а вилка, камертон, стоит 190 А вот вы не могли ли касаться разницы между ними? Ну, там все очень просто Вилка, это настоящее аналоговое устройство Кусок железа Он вам может прослужить столетиями Там не надо менять батарейку Вы ударяете, слышите колебания Настраивает, это одно Тюнер, там загораются лампочки Он определяет струну И стрелка колеблется Вниз, если колеблется Значит, вы настроили Низко нужно подтянуть Если вверх, высоко Дальше В гитарных тюнерах пишется номер струны И буквенное обозначение Буквенное обозначение нот Как бы есть какие-нибудь вопросы? Буквенное обозначение нот До, реми, фасоль, ля, си, до До, С, буква Р, Д Ну, как бы, и далее С установкой импортим пункт Вот Дальше Есть такое заблуждение Ну, как не заблуждение Если люди начинают Немножко вот Сами думать Они от него избавляются Когда Первая струна расстроена Так, что она звучит Как вторая Тюнер не покажет вам Что это первая струна Появите Он распознает, что это вторая Плохо настроена То есть Он Улавливает Колебания В определенном диапазоне Это важно знать Когда вы настроены В большинстве тюнеров Которые у нас продаются Есть русскоязычная инструкция И написано Там, как что делать В самом простом тюнере Вообще нет кнопок Есть одна переключалка Включить и выключить И вторая переключалка Стандартный строй Пониженный В тюнере Значит, это чуть сложнее Есть две кнопки Но это тоже не очень много Там вполне можно разобраться Что, куда и как Все эти электронные устройства Они обладают Не супер высокой чувствительностью Но для ваших бытовых нужд Вы гитару пойдете в состоянии настроить То есть Это не уникальный Сверхточный прибор Нормальный Серьезный тюнер Каких-то там Оркестровый Может занимать В студии один рек И стоит В принципе Очень дорого Но вам такой не нужен Даже мне такой Не нужен Для того, чтобы Просто дома настроить Гитару И играть Простые бытовые устройства Там До 1000 рублей Вы купите И тюнеры И камертонную вилку Полезный Для развития слуха Конечно Настраивать На мой взгляд Как вот гитару По камертону По вилке Если у вас есть Задача Как-то работать С собственным слухом Лучше это делать так же Если вот вы В клубе сидите На гитаре Тут шум гам Вам нужно гитару настроить В повилке Это делать бесполезно Вешаете С прищербкой Всю там договор Вы снимаете Колебания И точно настраиваете В чем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому